в общем сейчас ребят вам одну историю расскажу мы как-то на стриме с вами воскресном который проход по воскресеньям стать ребят стримы мы как-то с вами обсуждали о том ну короче мы обсуждали о воровстве меня спрашивали частые техники вот воруют и многие руководители бизнеса жаловались на то что ну то есть там постоянно так делают и собственно говоря недобросовестно работают вот на эту тему хотелось бы тоже пару слов еще сказать я много что рассказал на стриме и вообще эта тема она как бы возможно требует там какого-то поддержания обсуждения ну то есть да есть такая проблема что люди приходят клиент их либо их клиент склоняет чтобы работать отдельно от компании я тебе заплачу чуть больше чем тебе заплатит компания давай мы сделаем по-хитрому ты я тебе заплачу только за диагностику ты скажешь что я отказался а я тебе заплачу на сторону то есть да и тем самым тем самым до техник возможно склоняется к этому да действительно хочет бывают такие люди которые отказываются вот когда я работал даже в рамках другой компании я всегда четко держал позиции такие скажем даже предложение со стороны клиента меня немного так скажем обижали и я говорил слушайте ну некрасиво так нельзя говорить я работаю только через компанию вот ну и собственно говоря что было ребят сейчас я приехал на заказ делал 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 заказ у нас есть crm-система в этой crm-системе есть собственно говоря вся история клиенте и вот я такой смотрю и ну как бы рассказываю клиентам обо всем клиенту нравится как я все делаю они тебе говорят слушай оскар ты такой классный мы с вашей компанией постоянно работаем и все с вами делаем а я смотрю в истории они ничего с нами не делали кроме как там холодильник была диагностика я и я такую спрашиваю а что мы с вами сделали нет выясняется что оказывается мы с ними делали и дешвошер и холодильник мы отремонтировали да еще там что-то но я уже не стал там углубляться что еще но собственно говоря уже это было достаточно понять что а мы что-то тут много всего делали а по документам как говорится мы ничего тут не делали я смотрю да понимаю что вот случилась такая ситуация и когда я уже уходил когда я уже уходил ребят мне овнер в конце такой говорит слушай оскар а ты работаешь только на себя может быть ты точнее ты работаешь только на компании может быть ты работаешь и на себя и можешь нам подешевле все это сделать и вот тут я понял что давление клиента конечно было и на предыдущего техника который но не устоял и собственно говоря согласился да все это делать для клиентам что еще хочу сказать ребят для меня лично это не новая история вот я иногда закрывал глаза на эти темы но слава богу то техник который здесь был с нами уже не работает вот смотрите почему плохо почему плохо так делать первое вот если вы встанете на сторону собственника вы поймете вы тратите деньги на рекламу у вас есть операторы у вас есть реклама операторы какие-то затратные офисные части вы покупаете парты то есть офис действительно затрачивает колоссальное количество денег на то чтобы туда приехал клиент наш техник точнее клиенту приехал и диагностика нашей компании да и любой другой компании это даже не ноль когда техник берет деньги за диагностику он даже не в ноль выходит он выходит мы даже выходим в минус какой-то определенный поэтому диагностика нам совершенно не приносит никаких так скажем дивидендов вот а техникам вы знаете часто много компаний которые платят с диагностики там например 50 процентов вот вы сами подумайте 70 поделить на пополам а это 35 долларов один лид только стоит эти деньги 30 долларов то есть вы понимаете получается тот сотрудник которые обманул компанию он обманул всех сотрудников он и в первую очередь он обокрал сам же себя знаете почему потому что у компании нет денег на рекламу мы перестали встаем давать рекламу потому что техник так скажем наворовал эти деньги соответственно если это так происходит мы не можем просто больше вкладываться в рекламу и вот этот круг начинает просто замыкаться и все и из него можно просто не выйти можно просто из этого круга не разомкнуться вот поэтому так делать категорически друзья нельзя не надо например если вы хотите работать на себя вот пожалуйста сами подавайте рекламу сами идите давайте до тратьте рекламу берите этот лид и пожалуйста работайте закрывайте этого клиента на себя но никогда не берите ни одного клиента у своих компаний потому что вы на уносите большой ущерб этой компании и в конечном итоге вы наносите ущерб себе потому что конечном итоге у компании не будет денег чтобы просто вам давать заказы но то есть логика понятно да вот еще хотел сказать у некоторых техников такая логика вот я приехал сделал диагностику одного appliance а второе appliance ну типа это мой уже я его сам отдельно сделаю но так тоже не работает потому что вам компания передала именно клиента и это клиент компании они какой-то appliance внутри этого клиента этой компании понимаете если это клиент компании за которого мы заплатили по меньшей мере 30 долларов а по моим подсчетам 1 ли для нас стоит вообще 85 долларов то есть представляете да вот тоже это логику это это просто воровство и это просто ну как бы некрасивая нет некрасиво так делать вот ну я думаю вы point мы поняли давайте в завершении вот вот этого да я скажу еще пару слов смотрите значит клиент мне только говорит ну чё давай на сторону поработаешь я говорю слушай чувак смотри наша компания и все наши ребята мы работаем на ставки часа и от того что цена будет там 500 долларов или там 200 долларов условно для наших ребят внутри нашей компании безразлично то есть я хотел клиенту донести что чувак у нас есть флэй трейд и у нас есть прописанный прайс-лист давай ты не будешь пытаться перетянуть меня на свою сторону чтобы я на тебя левачил а давай сделаем так что у нас будут самые лучшие прозрачные цены для себя но в рамках наших компаний чтобы не склонял никого поливачить потому что в конечном итоге это нехорошо клиент даже знаете ребят напишите в комментариях кто знает по моему даже есть такой закон по моему есть такой тоже закон что нельзя клиентам так себя вести то есть нельзя предлагать работать как бы без компании я чё тут такой слышал краем уха но если кто-то в курсе про это дело напишите в комментах вот все друзья но с такой вот печальной ноты я встретился потому что я сейчас сам выезжаю на заказы и попадаются мне старые наши клиенты и собственно говоря вот сам в полях уже удивляешься как до этого ты работал со своей командой вот оставайтесь с нами подписывайтесь на канал пишите свои комментарии я на что-то сел тут на визитки сел а мы с вами едем дальше напишите ребят в комментариях что думаете по этому поводу очень интересно почитать как у вас это происходит как вы боретесь с этой с этими вещами очень интересно почитать подписывайтесь и увидимся дальше так окей это л джин ошибка л и значит если мы нажмем на эти две кнопки и power мы запустим диагностический мод нажимаем эти две кнопки нажимаем power вот появилась диагностика если мы нажимаем эту кнопку шаг за шагом мы будем проверять все режимы и когда доходит до воши здесь отображается ошибка л и значит первое на что это указывает этот баланс нужно скорее всего поменять холл сенсор вот и скорее всего будет все работать нормально так вот я сейчас нахожусь вот тут здание тут одно есть да и это такой знать апартмент комплекс вот а вот новостройки идут посмотрите вот здесь все что-то строят чинят вот непривычная такая атмосфера потому что я обычно работаю но америка она вся одноэтажная мы обычно работаем вот в отдельных домах когда приезжаешь вот в такие вот места сейчас я жду клиента который откроет вот эту дверь вот и мы поднимемся там на какой-то определенный этаж нужно будет там тащить инструменты но у меня пока из всех инструментов вот вот этот вот термостат пистолет вот я просто меряю температуру внутри холодильника сейчас вызов по холодильнику собственно мне вот кроме вот этого практически никогда больше ничего не нужно я меряю температуру смотрю что с холодильника и собственно говорят даю свое заключение вот ждем пока клиент сейчас выйдет и пойдем посмотрим что с холодосом в общем ребят даже ничего снимать не стал просто приехал там холодильнике замерз fresh food надо просто его разморозить да и все вся проблема поэтому договорились через один день приедем все сделаем я еду дальше на следующий заказ вот так вот как-то получилось так значит смотрите драйер нажимая старт ничего не работает значит первым делом что открываем эту дверь и проверяю вот этот свитч щелкает он или нет да щелкает значит проблем свечи нет освещение значит часто этот свитч ломается дальше надо проверить питание 240 вольт если и там все хорошо тогда есть предположение что нужно покрутить там барабан то есть вы руками крутите барабан смотрите не спал ли адлер пули если нормально двигается так так скажем с натяжкой то значит нету проблем с адлер пули вот скорее всего тут сгорел фьюз я делаю ставку на это сейчас вот мы по периметру так разберем крышку заднюю и проверим фьюз на континьюнити давайте посмотрим так ну что сняли мы заднюю крышку что мы тут видим значит первое мы видим тут хитинг элемент провода оперейший элемент свитч и вот он фьюз вот сейчас мы проверим этот фьюз на континьюнити так ну вот как я и говорил фьюз горел я навожу сюда вот вот так вот тестером видите вот и он не пищит а должен вот должен пищать когда вот соединяешь два контакта так между собой так значит в чем проблема смотрите проблема в том что он перегрелся и почему он мог перегреться но потому что слишком долго возможно работал возможно что здесь вот труба засорена ее нужно прочистить потому что если вы еще раз поменять и фьюз и не прочистить эту трубу если при условии что она грязная то у вас опять он сгорит через какое-то время поэтому значит здесь все диагностика вроде как закончена но это настолько простой ремонт что наверное я это ремонт сделал самостоятельно то есть не будем никого призывать сюда просто сейчас возьму и поменяю но прежде чем это сделать нужно договориться с клиентом о цене вот ну все поехали значит вот у нас фьюз сет 401 вот все что нам нужно сделать это выкрутить вот отсюда и вкрутить но вы еще давайте это и сделаем выкручиваем болтик 1 снимаю вот этот вот фьюз вот так вот снимаем все проводки с фьюза так теперь открываем новый пакетик ставим новый фьюз прикручиваем болтик и одеваем проводочки хорошенечко все теперь осталось закрыть эту панель это еще пару минут и поставить вот этот вот драйвер вот на это место все так сейчас покажу вам проблему смотрите вот у нас диспенсер ставим кружку диспенсер щас золочен нажимаю кнопочку unlock сюда вот держим 3 секунды еще раз держим 3 секунды эти вода сама набирается не останавливается нажимаем lock вода прекращает работать напишите комментарий как вы думаете что сломалось так ребят вот эти штуки называются пакетчик вот просто посмотрите на них вот и это как бы два в одном сюда приходит и газ вот отсюда значит там сверху работает повар здесь у нас компрессор вот таким значком обозначен вот здесь у нас блогер мотора здесь мозги находятся вот и вот такой пакетчик очень удобно чинить единственная проблема что он на крыше а вот там друзья посмотрите альтернативная энергия солнечные батареи вот так это все выглядит красиво ставьте лайк если вам понравилось так жалоба на то что много воды вот здесь вот каждую секунду отсюда капает вода вот посмотрите джо балл вантю вантю мы уже такие решали проблемы что нужно сделать нужно поменять вот рвал вот хочу также заметить да у меня сюда приходило два техника сказали что все нормально все хорошо и не справились задачи только наша компания знает сразу вот прям вот но и не знаю как можно не видеть вот этот вот лик вот просто ты приходишь и сразу видишь ну капает отсюда вот прям сразу ну и воды миллион посмотрите вот так можно его не увидеть я не знаю поэтому все поменяют вот труба все будет работать замечательно так сольем всю воду отсюда то воды не было вот а вот тут перекроем воду вот маленький кранчик он кранчик маленький вот мы его просто сейчас перекрыли воду чтобы больше не капала все чисто все придется сюда вытервал просто меняем да и все и так холодильник от страховой пришел учинить вот здесь вот ну делать диагностику вот значит клиент пожаловался на то что так как это страховая и страховая поменяла вендора потому что приехал первый техник чтоб сказал поменять и пропал но это вот типовая история когда вы работаете со страховками большое количество каких-то людей приезжают что-то говорят и пропадает и больше никогда не возвращаются вот и это боль страховок наверное ну и нашу тоже боль когда ну понимаете да люди вот так вот делают это не очень хорошо ну ладно давайте тогда мы сейчас разберем с вами холодос и посмотрим что там вот мы с вами снимаем с грузы и смотрим что у нас тут компрессор грылюшка на компрессоре ну давайте теперь вот возьмем вот этот блок и подключим его вот сюда компрессор не заводится так хорошо все в принципе диагностика уже закончены плюс-минус вытыкаем плак значит нам нужно поменять релюшку или сюда поставить ракету так пойду-ка поройсь в своих запасах посмотрим если у меня новая релюшечка повезло мне что я нашел вот вот эти рулюшечки давайте сейчас попробуем значит смотреть сняли мы вот эта старая да вот это новая мы сейчас вот эту снимем вот вот эту подключим вот так теперь вот это берем снимаем и вот сюда подключаем немножко поджимаем то что там болтается так сейчас подожмем чтоб сильно не болталась ну что отодели мы новое руле давайте теперь запустим компрессор вуаля компрессор заработал вот и вся диагностика и последующий ремонт вот скажите ребята почему вот так вот сразу нельзя взять и починить почему надо приезжать потом говорить что сейчас мы приедем или там черт такой и больше никогда не возвращаться как-то вообще скажите но только что на ваших глазах за пять минут мы починили холодильник клиент доволен ваша страховая довольна заплатил вам деньги ну все едем дальше двигаемся напишите в комментариях что думать по этому поводу вообще так приехал мель компрессор открывая заднюю крышку а тут фреон r600 r600 и а у меня такого нет вот это вот история у меня только сто тридцать четвертый ну вот приходится уезжать сегодня суббота ничего я не куплю сейчас поэтому приеду сюда уже на следующей неделе вот такая вот история так ребята я нахожусь сейчас в суде значит я нарушил правила дорожного движения меня камера автоматически сфотографировала вот здесь вот сейчас вам покажу здесь вот фотография как я нарушил вот и сейчас я сижу заполняю специальную форму где я согласен с нарушением но я прошу чтобы я заплатил не 500 долларов чтобы он не снизили плату потому что типа нет денег вот заполнил сейчас вот такую форму сейчас понесу это все сдавать чтобы суд рассмотрел вот там такие окошки мне нужно в окошко туда пойти так ну что значит подал я это заявление умел приняли и сказали там через пару дней тебе на почту придет ответ дадут тебе какую-то там скидку не дадут вот суд у нас находится вот тут в городе фримонд собственно говоря это первый опыт такой у меня чтобы я попросил суд ну снизить сумму оплаты потому что ну то есть у нас есть тоже местные ребята которые говорят что ребят вы можете у вас есть такая опция подойти и попросить скидку вот а как меня штрафовали вот прикиньте 7 лет ездил вот 7 лет ездил ни одного штрафа вообще вот за все семь лет ни одного и тут вот мне прилетает аж целых два штрафа первый штраф за то что когда я ехал в лос-анджелес я превысил скорость но там действительно каюсь то есть как бы я что-то еду еду что-то задумался смотрю сзади полиция едет не останавливать я смотрю спидометр у меня 90 километров 90 миль по моему ну что такое может меньше не помню но в общем что-то подорушил и пришлось оплатить штраф вот в полном размере и буквально там через пару недель приходит еще один штраф что я повернул направо на красный свет не остановившись то есть если я поворачиваю на право на красный свет я обязательно должен остановиться подождать и потом поехать а я вот так и проехал ну я я честно скажу я так всегда всегда так поворачивал я никогда практически ну там притормаживал но не останавливался а здесь камера меня поймала и собственно говоря вот так вот случилось вот ну ладно значит мы с вами отправили этот запрос сейчас я иду вон туда в тачку для чего чтобы поехать на заказ у нас сейчас там какой-то рекол значит наши ребята меняли компрессор и сейчас клиент все равно недоволен звонит говорит что ничего не работает в общем пойду сейчас решать этот вопрос вот так что поехали вместе со мной посмотрим что-то поломалось окей амдис ассэмбл backside this one inverter motor board inverter board flash four times when inverter flash four times it's mean she can turn on your compressor and need replace inverter motor board and after that compressor will be work fine разбираем драйвер так ну что значит смотрите вот он хитинг элемент снял я вот эти две провода два вот видите вот этот прозвонил вот хитинг элемент не дает континьюнити но у меня нету сейчас вот такого ассамбли у меня есть только вот тот хитинг элемент то есть давно я но я люблю сразу все менять целиком недавно никого не было поэтому вот есть вот такой вот сейчас я его на что еще вот эту часть раскручу и переставлю тит хитинг вот Тут загнута, надо разогнуть. Так, вот он, этот хидинг, который можно вытащить. Здесь вот тоже нужно вот тут вот ушки разогнуть. Вот, одно ушко вытащили. Другие хваталки, плоские. С этими тоже получается. Так, все, хидинг этот убираем. Достаем новый. Продеваем ушки. Раз и два. Давайте сразу отогнем, чтобы они не вылезали. Кребом соединять. Так, ну это все. Так, ну что, это мы соединили, это подключили, оно не выпадает. Здесь все закрутили. Теперь мы это ставим туда-обратно и все собираем обратной последовательности. В принципе, вот и все. Так, важно еще сделать, проверить то, что элемент не замыкает на корпус новый. Видите, не замыкает на корпус, значит все отлично. Все. Отдел экзоуст, включил питание. Сейчас теперь надо вылезти отсюда. Как-то ура, мы. Теперь задвигаем. Так, пауэр. Что-то. Пауэр. Так. Фу, блин. Просто немножко что-то он тормозит. Я уж подумал, что-то не включил. Так, выбираем тайм-драй. Вот. Нажимаем старт. Вот он пошел. Работать. Сейчас подождем пару минут. Даже не пару минут, но секунд 30. И после 30 секунд просто открою, посмотрим, горячий он или нет. Да, теплый. Отлично. Вот и все. Вот и закончил ремонт нашего драйвера. Все, собираемся, берем оплату. И на сегодня мы заканчиваем. Водимся уже с вами в следующих ремонтах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.